Ставший впоследствии в СССР очень популярным, грузовик ЗИЛ-130 рождался долго и трудно. В серию с конвейера он вышел лишь в 1962 году. Какой по счету из множества опытных прототипов в итоге и был утвержден для серийного выпуска. Не смогли бы посчитать даже сами инженеры и конструкторы, ведь десятки неудачных промежуточных решений и вариантов ушли за все годы в выбраковку. Но так ропотливо и тщательно создававшийся грузовик оказался в итоге удивительно удачной машиной. Все в нем было хорошо продумано, гармонично и работоспособно. Мощный двигатель в 150 лошадиных сил, механическая трансмиссия, 5-ступенчатая КПП, плавность переключения, в которой обеспечивались синхронизаторы. 6 тонн грузоподъемности ЗИЛ-130 делало его универсальным среди среднетоннажных и близко подводило крупнотоннажным грузовикам. Поэтому самыми распространенными в советские времена модификациями кузова ЗИЛ-130 стали бортовые, грузовые и тягачи. И наиболее востребованными машины оказались в сельском хозяйстве, где их могли отлично приспосабливать при любых работах и перевозках. Конечно, у машины появились недостатки, и основной из них расход горючего. ЗИЛ-130 потребляет до 40 литров бензина на 100 километров. Если в 60-е и 70-е годы это считалось несущественным, то в 90-е годы и позже такое потребление бензина стало финансово ощутимым. Всего за почти полвека было выпущено с конвейера около 3,5 миллионов ЗИЛ-130. И хотя со времени прекращения производства прошло уже почти 13 лет, сегодня их еще очень много встречается на дорогах. Машина проста в техобслуживании, вынослива, надежна и относительно недорого стоит. Полноценных аналогов ей нет, и она вполне достойно конкурирует с современной грузовой техникой. А вы работали на ЗИЛ-130? Расскажите в комментариях.